На 15% увеличились объемы производства предприятия «Кавказ Пакет» при грантовой поддержке. Этому уникальному предприятию уже 80 лет и на протяжении этого времени производство дает возможность работать и зарабатывать инвалидам по зрению первой группы, то есть полностью незрячим людям. Что сейчас производят на предприятии, расскажет Альбина Ламкова. Это называется ролик, он маленький. Это называется оська. Эту оську я намазала маслом, чтобы вот сюда ставить, а потом вот сюда в траву вставляем. Потом вот это называется у нас верхний корпус. Вот сюда вот две пружинки и ставим. Потом сюда еще ставится звездочка. Фатима Братова, слесарь-сборщик на черкесском предприятии «Кавказ Пакет», трудится с 1988 года. Всегда с любовью говорит о своей работе. Металлическая деталь, попадая в женские руки, оставляет в себе частичку их тепла и доброты. За последнее десятилетие произошел резкий спад производства. Численность работающих инвалидов сократилась на 38% по сравнению с 2011 годом. Тем не менее, руководство старается сохранить коллектив. Сейчас на предприятии работает 28 человек. Из них 18 инвалидов, в том числе 9 по зрению. Каждый сотрудник дорожит своим местом. Другого варианта нет. Да и привыкли уже. Работают все не один десяток лет. Любовь Горбунова на производстве 52 года. Хочу отметить, что я неплохо вяжу, я вообще не вяжу. И эти детали, вот данная работа, это очень работа для нас нормальная. Все можно на ощупь делать. Елизавета Джамирзова тоже практически не видит вся работа на ощупь. А начинала она свою деятельность частично незрячей. Я знала, куда иду, поэтому я сюда устроилась на работу. И работаю с тех пор. Пока видела, я всему научилась. То, что видела, научилась, я все знаю, помню. Поэтому все на ощупь делаю. Спасибо, что такое предприятие есть. Помимо переключателей, электрических соединителей на предприятии выпускают обычные хозяйственные прищепки. Они отличаются от китайских. Надежный механизм, достаточно крепкие зажимы. А прочная пластмасса с легкостью выдерживает большие банны полотенца. В другом цехе изготавливают полиэтиленовую термоусадочную пленку. На первый взгляд, производство пленки выглядит просто. Но на самом деле здесь очень много нюансов. Размер изделия индивидуален. Нужен постоянный контроль. Производство полиэтиленовых пакетов не назовешь новым или оригинальным видом предпринимательской деятельности. Эта продукция уже давно закрепилась на рынке, как необходимый в использовании товар. Его разнообразие велико. На предприятии выпускают упаковочные полиэтиленовые мешки и пакеты как с фальцовкой, так и без нее. Размеры пленки, как и толщина, варьируются в широких пределах и зависят от требования заказчика. Замеры делают вручную. Насколько процентов вы не видите? У меня зрение очень слабое. Один глаз правый вообще меня не видит. Второй процентов 20 есть, то хорошо. Не сложно работать? Работать сложно. Потому один я и не могу работать. Работаем мы в паре. Трудовой коллектив работает на совесть, несмотря на упадок производства. На предприятии неизменным осталась цель – работа без брака. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карчаево, Чекесия.